Крутые тачки, никаких моторов и механических приводов. В Черкассах устроили гонки на самодельных аппаратах. Главное условие, машина должна скатиться со спуска быстрее остальных, а вот выглядеть она может как угодно. Мои коллеги оценили полет фантазии черкасских изобретателей. На этой стартовой площадке нет места аппаратам с моторами. Здесь только самодельные тачки. Главное условие, отсутствие какого-либо двигателя, но наличие тормозов и руля. На старте болиды разгоняет команда, а дальше тачка уже по инерции катится к финишу. На гонку зарегистрировались 14 команд. Оценивают не только время прохождения трассы, но и креативность проекта. Судья, байкер Сальвадор, увиденным остался доволен. Ну так, люди с фантазией пришли, сами с приколом. А фантазия участников просто зашкаливала. Здесь и матрасы-вездеходы, и ракета-мобили, и даже сумасшедший локомотив. Многие тачки собирались за несколько дней до гонок. Команда Артема Фиолковского сконструировала целый офис на колесах. За основу ребята взяли раму и колеса от велосипеда. И предсказанное сбылось. На спуске два трамплина, серпантин и крутой поворот. До второго трамплина офис на колесах так и не доехал. Для Черкасс крутой спуск стал уже традиционным развлечением. В этот раз гонки приурочили ко дню города. По сравнению с прошлым годом, рассказывает организатор Андрей Еременко, участников стало больше. Будь-який житель Черкасса, чьегось места, может брать участь. Команды складаны с девочек, с человеками, с детей. Довольна фантазия для всех участников, чтобы они выплеснули все свои эмоции именно в этих тачках. Виктор Ткачук, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкасс.